Трудности перевода стали роковыми Трудность взаимопонимания с местными жителями оказалась проблематична, мешал ломанный русский языковой барьер и стал причиной неприятностей Вендла НДТ в России не впервые, на сей раз писательница приехала с другом Жаном Филиппом, по словам француженки он очень похож на Бельмондо Однако челябинские мужики, неверно истолковав одну фразу в разговоре, почему-то решили, что Астрид намерен открыть в поселке гей-бордель, это уже здесь был, они появились подобно трен демонам, один был с кастетом Я орала, помогите, но на помощь никто не пришел, описывает инцидент Вендла НДТ Мы все европейцы, такие кривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они придумали такую историю, что я хотела туда геев возить А вообще у меня нет друзей геев, рассказала писательница, серьезно пострадал друг француженки, по словам врачей, двойник Бельмондо получил повреждение средней степени тяжести Сама Астрид отделалась парой ушибов, она пыталась защитить Жанна Филиппа Расследование инцидента затягивается из-за того, что француз сразу после происшествия улетел на родину Теперь он никак не может выбраться в Россию, чтобы дать показания и принять участие в очной ставке Суровый челябинцы сейчас под подпиской о невыезде на первое слушание Борцы с геями демонстративно не пришли, передает НТВ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...